Вопрос, государство охраняет памятники, есть какой-то статус, есть какой-то ранг, скажем, у нас в стране, у нас три ранга, памятник федерального значения, местного значения и вновь выявлено. Я хочу спросить в Италии, как это охраняется, есть ли какая-то классификация? Я хочу спросить, если у нас есть ли это строительство, как они работают, если есть правила, если есть правила, если есть правила, в Руссии. Есть три категории, то есть архитектуры, объекты, федеральные, и национальные, и то, что это было только исключено. В Италии университетов есть статал, не статал, но не статал. То есть, в Министерии и Бене Культурали, который требует обеспечения этих бенов. И все эти здания, которые имеют более 50 лет, индивидуально от их имена, которые они были оттеснаны. И еще и директори модерни могут быть оттеснаны. Затем, если бы они обеспечивают, или архитекты, то позволяют их обеспечить и обеспечить и обеспечить исключительно, даже если они провели, и даже если они не могут. В Италии охрана памятников архитектурного наследия это чисто государственный уровень, заниматься государством. В Италии существует департамент по охране культурного наследия и в любом случае все архитектурные объекты, которым больше 50 лет, и в любом случае все архитектурного наследия. В Италии существует департамент по охране культурного наследия есть институтом обеспечения, храна памятников и прежде чем у архитектуры, то есть ли общинство из порнов можно превратить. В Италии любое предприятие, которое занимается охраной памятников, может дать запрет, например, в этом здании нельзя ничего менять, оно должно остаться таким. И государство прислушивается и исполняет, так сказать, методики. Научная реставрация предполагает, что используются те технологии, те материалы, которые были использованы при строительстве. То есть такой же кирпич, если он там вручную, то вручную должно все. Когда мы говорим об реставре, то используют материалы, как они были в реставре, у которых были использованы временами. То есть, изучаем какой метод? Эта история настоящая лёгкая и новая стена для нового. Принципе в течение времени с, как новаяats и новаястка, потому что это идёт, современный стены даже существуют. Например, этой темёшей стены для нового и новой и нового. Но при этом рестауру и домашним, и для нового. Теория реставрации, она и современная, и античная, в принципе, одинаковая, то есть, опять-таки повторяю, облик мы должны вернуть первоначальный, материалы используются современные, если требования к совсем древнему какому-то объекту очень высокие, тогда стараются использовать те материалы или сделанные вручную, но это имеет очень большие затраты, поэтому на это, в общем-то, не особо идут. Ну, понятно, здесь, может быть, более цивилизованно, чем у нас, но тоже не совсем научная реставрация, по нашим представлениям, да, потому что научная, она там, если обои, бумажные, то они должны быть бумажные, соответствующий клей там, несинтетический, ну, даже в пользу таких вещей. Нет, это не очень похожая на теорию реставрации, потому что, если они, например, знают, что у них был типовый клейтар, и, в общем-то, он, кстати, у них был типовый клейтар, который использует из-за того, как они используются, они пытаются использовать свой опыт, который используются, такие, какие-то, не знаю. Доброе утро. и тервенте, чтобы избежать увеличение древности, но не нужно отверстия от антидензии. Профессор Карбонаро как вы понимаете, как мы говорим о русской реставрации, о теории русской реставрации, даже если вы используете материалы приближенные к тем, которые были раньше, таким образом вы как бы зачеркиваете именно историю, то есть вы восстанавливаете, но не остается как бы вот облика первоначального, нужно, по его мнению, оставить вот часть, будем говорить, здания, как оно именно было, показать его, и сделать так, чтобы оно не разрушилось в дальнейшем, а не полностью его восстановить, как бы считая, что его восстановили таким, каким оно было. Но он привел пример на Красной площади, да, собору Святого Бавилия. Вот кажется, вот смотря на эту церковь, что она вот новая, совсем новая, хотя ей вообще, как бы, много лет.